Это анализ рынка. 22 октября, время 8.42. Рыночный фон на сегодня такой. Азия в плюсе, фьючерс США есть также в плюсе, нефть в минусе. Фон в целом позитивный, но помню, что каждую пятницу спекулянты перед выходными раздают свою позицию. Раздача позиции началась еще по факту вчера. Это было заметно по российскому рынку, по рынку нефти и прочему. Поэтому сегодня давление продаж к вечеру будет сохраняться и, соответственно, этот фактор необходимо учитывать с точки зрения внутри дневной торговли. Начну с того, что Центральный банк Китая продолжает заливать свой рынок ликвидностью. Он влил за последние три дня повышенную дозу для рынка. Соответственно, сегодня ночью Центральный банк Китая также влил 100 миллиардов юаней через операцию медневного обратного репо. То есть, чем больше заливают бабла, тем увереннее рынок поддерживает на плаву, тем активнее бумажки растут. Про Китай в этом видео чуть позже поговорим. Далее другая немаловажная новость. Товарищ Байден заявил, что не ожидает падения цен на бензин в США вплоть до 2022 года. То есть, он фактически дает посыл рынку такой, что до 2022 года нефть будет боковать дальше. А это значит то, что ни США, возможно, ни ОПЕК активно добычу нефти наращивать не будет. То есть, Байден все свои наводки на ОПЕК устремляет. Мол, ОПЕК виновата в этом. Но, как сказать, почему? Потому что и у американцев добыча нефти тоже очень сильно упала. А буровые установки они запускают, но добыча все равно хромает после той ситуации с ураганами. Тут главное понять посыл, что до 2022 года, скорее всего, даже с Ираной эмбарго не снимут. Поэтому даже текущая коррекция по рынку нефти, она по сути локальная. Но все идет согласно, опять же, моим личным ожиданиям, моим личным прогнозам. Единственное, только я скинул шарты довольно-таки равно позавчера. Но, как мы видим, из формации восходящего калина цена выходит вниз. Как раз и выйдет на поддержку 82 доллара за баррель на медианную полосу Боллинжера. И в чем суть? Суть заключается в том, что, если цена не пробьет полосу Боллинжера на уровень 82 доллара 25 центов, от нее оттолкнется то, пойдет вверх на штурм уровень 86. А дальше уже с целью спокойно до 90. И вот там надо смотреть, что американцы будут говорить по поводу рынка нефти. Надо учитывать то, что сейчас, в принципе, нефть довольно-таки перегрета, как дериватив рынка. Поэтому и коррекция закономерна. По крайней мере, с формацией восходящего калина цена, как правило, выходит именно вниз. Вот, кто в шартах сейчас по нефти, в принципе, может держать дальше, не париться. Ваша цель на уровень 82 доллара 25 центов. Но, опять же, шарт это очень рисковая сделка, поэтому надо ставить стопы. И, естественно, двигать их по мере снижения. Если выбит, то выбит вас с прибылью. Если не выбит, то двигайте ниже, ниже, ниже. Кстати, тоже пошла полноценная вакханалия по поводу рубля. Уже многие прогнозисты предвещают крах рубля, обвал, падение и прочее. Нет, его не будет. Даже если нефть долбанется до уровня 58 долларов за баррель, рубль-доллар до 75 может вырасти спокойно. В остальном же сильного падения рубля сейчас ждать не стоит. Не наступило время. И, опять же, скорее всего, оно в ближайший год там не наступит. Но есть нюанс. Видите, шип. Сегодня был шип, это выбивание стопов у участников рынка. То есть, маркетмейкеры порезвились, позабавились. И, смотрите, в чем прикол. Когда такие стопы сбивают, как правило, такие шипы образуются. И в районе месяца, полутора месяцев, цена, как правило, возвращается на основании подобных шипов. В данном случае это уровень сопротивления 73 рубля. То есть, я все к чему клоню. К тому же, видите, у нас есть пробой треугольника локального, да? Но не было его еще теста. А тест был как раз на уровне примерно 72,8-73. Поэтому я еще раз озвучу, что сильного падения цены нефти я лично не ожидаю. И ожидать, в принципе, не стоит. Почему? Потому что дефицит на рынке нефти имеется, продолжает наращиваться. И, соответственно, с чего вдруг нефти резко падать? Она может упасть только на факторе того, если с Ирана эмбарго снимут, и иранцы 40 миллионов баррель сразу в рынок запустят по официальной рыночной цене. Там по 80 с чем-то долларов за баррель. Тогда долбанется нефть очень сильно. Но и даже при таком падении, условно говоря, до уровня 58-60, рубль сильно не упадет. Абсолютно. Почему? Потому что сейчас на российский рынок приходят иностранцы. К примеру говоря, приток в российские акции через ETF-фонды сейчас достиг просто невероятных пиков по факту, по отношению к уровню 2011 года. То есть в рамках текущего сырьевого цикла на российский рынок все равно инорезы будут приходить. И тем самым они будут конвертировать доллары в рубли и тем самым рубль поддерживать. Сейчас единственный плюс для рубля это налоговый период. Сейчас он проходит 24 миллиарда долларов. Экспортеры конвертируют рубли. После такого навеса поддержки для рубля, единственное, надо ожидать то, что данный навес исчезнет. И, соответственно, цель возврата будет к уровню, я считаю, уровня 72-30. Ну и тест треугольника 73. Я еще расскажу, что какой-то весомой ставки на доллар делать в принципе сейчас не стоит. Вот, потому что многие как-то после интервью Эльвира Набюльна одному изданию, скажем так, начинают во мнениях переобуваться, говорить то, что ага, Набюльна хранит деньги в рублях, значит надо покупать доллары. Ага, там Сбербанк обещает пару рубль-доллар по 70, надо покупать доллары. Люди, вот вы когда так думаете, вы хотя бы обосновываете все эти свои решения. Почему? Потому что импульсивно действовать так нельзя ни в коем случае в рынке. Если не понимаете, на чем обосновать, изучайте макроэкономику. Сейчас, к примеру, государство российское изо всех сил удерживает рубль от излишнего укрепления. То есть сейчас и ЦБ покупает валюту, сейчас и остальные госорганы покупают именно доллар, для того, чтобы поддержать на плаву эту валюту от излишнего укрепления рубля. Нефть уже по 90 почти торгуется. Вот в чем логика. Я, в принципе, тоже валюту держу, небольшой процент от капитала, у меня это все для китайского рынка, поэтому, ну скажем так, если Китай выстрелит до конца текущего года, вполне себе это допускаю, то единственное, я, ну естественно, буду их в точке B продавать и валюту дадить дальнейшую конвертировать именно в рубли. То есть, к примеру, сейчас покупать бакс с целью локальной спекуляции я лично не вижу резона. То есть сорвать профит в 2,3 процента, а стоит ли она того? На нефти можно неплохо подняться в этом плане. Что касается пары евро-рубль, пока все идет, ну скажем так, в рамках консолидации, я еще раз напоминаю, что возврат за уровень 83 рубля 20 копеек он будет. И цели будут выше, 84 рубля 35 копеек ЕМА сотая. Здесь пока картина обыденная, к тому, что тут уже начинают постепенно закупаться участники рынка валютой евро, то есть она ей сильно перепродана на недельном графике, поэтому, в принципе, цели у нас, локально повыше есть. Сегодня будет заседание Центрального банка Российской Федерации. И издание ММА как бы делится своим мнением, что ЦБ РФ может сегодня повысить ставку на 0,5, дефис 0,75 процентных пункта. Рынок УФЗ в преддверии пятничного решения ЦБ по ставке снижался. Сейчас практически вся кривая ушла в диапазон 7,5-7,8 процента, то есть 20-летние облигации торгуются ближе к уровню 1,9 процента. Исходя из формы кривой, можно утверждать, что рынок практически заложил повышение ключевой ставки на ближайшее заседание до 7,5 процента годовых. Что касается ближайшего заседания, то похоже, что сегодня ЦБ РФ может поднять ставку на 0,5 процента. Дальше издание ММА сообщает, что на их личный взгляд возможно и более резкое повышение ставки. На фоне локдауна ЦБ вряд ли решится на 1 процент пункт, ставку повысить на 0,75 процента пункта. Вполне может стать разумным компромиссом, сигналом о еще одном шаге в декабре. Сигнал, кстати, будет не менее важным фактором для рынка, чем повышение ставок. Напомню, что ЦБ публикует завтра обновленный прогноз, с которого будет понятно, где ЦБ видит пик по ключевой ставке. Если он будет выше 8 процента, то давление на ОФЗ может усилиться, особенно в короткой и средней части кривой. То есть короткие ОФЗ будут под давлением. И, соответственно, ОФЗ уже закладывал оттажение того, что ставочку могут сегодня приподнять до полупроцента. Я, в принципе, это тоже не исключаю. Я и в начале текущей недели тоже говорил, что по нашему мнению 0,25-0,5 процента. Если поднимут на 0,75, я не удивлюсь, такое тоже может произойти. Ташика на 0,5-0,5 процента. Поэтому вклады станут более рентабельными по доходности. Некоторые облигации тоже станут более рентабельными по доходности. Тут, в принципе, выход у каждого найдется свой. В плане парковки денег под фиксированный процент в инструмент с фиксированной доходностью. К тому же инфляция постепенно по миру растет. Вот, и ЦБ РФ тоже будет ставочку по мере так называемого импорта инфляции в Российскую Федерацию поднимать. Ну, возможно, 7,5 процентов это тоже не предел. Как говорится, можно увидеть и чуть выше 8 процентов тоже ставочку. Что касается рынка российского, сразу на дневную графику перехожу. Уточняю ваше внимание, что локальный восходящий тренд пробит. Я его удаляю. Идем на возврат поддержки 1855 пунктов. Ну, сейчас фьючерс на НСРТС он толком не растет, поэтому открытие будет нейтральным. К концу дня, полагаю, возврат будет на уровне 1855 пунктов. День сегодня будет, скорее всего, коррекционный по рынку пятницы все-таки. Поэтому, ну, как минимум, чего-то ловить сегодня смысла нет. Я лично торговать ничем сегодня не буду, не хочу, потому что... Буду просто писать наблюдения в телеграм-канале, в контакт-группе, в инстаграме в том числе. Но по недельному графику я скажу следующее, что у нас рынок уже довольно-таки сильно и значимый перегрет. И я еще раз напоминаю, что пробой Павла Усбольджера в данной ситуации ознаменует возврат цены как раз-таки на поддержку уровня 1835 пунктов в дальнейшей перспективе. Вот. И, соответственно, рынок российский, видите, перегрет. Объемы на покупку у него снижаются. Да, сейчас и нарезы входят в российский рынок. Но, как правило, по хайям входит, то есть по максимуму. Это для них большая, так сказать, проблема. Рынок находится в пятой волне роста, внутри третьей глобальной волны. Вот. Поэтому все возможные коррекционные действия по нашему рынку, я думаю, скоро увидим. Но, повторяясь на этом факторе, ни о каком обвале рубля речи быть не может. Возврат на 73, 74 в полной резоне. Ну, куда-нибудь там на 90, на 100, там на 200, на 500 тысяч рублей за доллар. Это уже просто смех. Если бы в Российской Федерации не было бы золота валютных резервов, не было бы ФНБ в виде подушки безопасности, то да, мы бы сейчас были бы как Турция по факту, да, чья национальная валюта просто люто девальвируется. Покупательная способность просто резко падает. Но, как говорится, в Российской Федерации ситуация намного лучше, чем в той же самой Турецкой Республике. У них нет ни ЗВР, ни ФНБ, ничего у них нет. Они, так сказать, с голыми ягодицами по миру бегают, проблемы пытаются решать и прочее. А в России все, в принципе, есть. Уже неплохо. У нас, повторяюсь, рубль от излишнего укрепления государство удерживает, покупая валюту. Так что здесь говорить про сильное ослабление рубля, это вообще, не знаю, уже какая-то патология головного мозга. Что касается индекса S&P 500, все, в рамках ожиданий идем на перехай этого уровня. Об этом я еще вот здесь, в принципе, свое мнение излагал. Вот. Перехай 4600 в полной себе резонен, поэтому если вы лонгуете фьючерс на S&P 500, либо биржевые фонды S&P 500, то цели повыше. И вот по S&P 500 тут, знаете, как можно сказать, вот все-таки, скорее всего, у нас отойдет глобальная третья волна роста сейчас. То есть даже эта волна коррекционная никак не является четвертой коррекционной волной. То есть четверка у нас, может быть, от уровня 4800 будет в дальнейшем. Типа так порастем, шлепнемся и опять на перехай. По крайней мере, учитывайте то, что за пределами рынка налика очень много, гигантское количество. То есть Bank of America анализ проводили в Wells Fargo. Это те банки, которым я лично имею повод доверять. Не всякие там Goldman Sachs, там JP Morgan и все эти шарометы. А именно такие топовые банки, которые за базар отвечают. Еще раз. Кэша за пределами рынка много. И если фонд в рынке станет еще более позитивным, вот этот кэш со стороны хедж-фондов, банков, там, прочих участников рынка сразу хлынет на рынок. И тем самым рынок будет еще выше. Что в дальнейшем российский, что китайский, что американский. То есть я бы не стал говорить, что вот сейчас начнется какая-то фаза супер-кризиса, бла-бла-бла, пятое-десятое, всем конец, все областимся. Сейчас там все себя тормагеддонят и не понимают, они консенсус из того, что бабла за пределами рынка много. А экономический цикл сейчас еще не заканчивается, не завершается. Даже западные и восточные экономики в фазу стагнации еще не вошли. Циклическую. Вот когда войду, тогда я скажу с уверенностью, что все, мы прошли пик фазы экономического цикла. А цикл у нас только вот еще, видите, экономика восстанавливается после минувшей рецессии по факту. Так что ни о каком кризисе, ни о каком обвале говорить не приходится. К тому же доходности трежерис еще не дошли до уровня 2,5-3%. Вот дойдут до этих уровней трежеря, к примеру, американские. Тогда я скажу, что все, господа, это апогей, так сказать, мы прошли точку невозврата. Мы будем в дальнейшем постепенно сказываться пучиной рецессии. А так, обсать остается 2,5-3,15%. Вот сейчас народ будет постепенно из трежерия выходить. Куда выходить? Правильно, в Китай, в Америку, в развивающийся рынок по мере роста цены сырьевые товары. Поэтому, как бы, вы хоть магедончиков слушаете, но, блин, хоть в своей голову-то думайте, хоть макроэкономику изучаете, полезным будет в дальнейшем. Потому что думать чужой головой о магедончике, это, знаете, так себе занятие. Ну, то есть вы быстрее бабло сольете, а потом будете крайних искать и думать, что, вон, блин, там один чувак из желтенького банка нам пообещал обвал. Что-то обвала нету. Давайте закитаем чувака из желтенького банка гнилым помидором. Ну, так дал подумать, по большому счету. В общем, тут надо мыслить рационально. Далее индекс Хангсен Китая. Я, в принципе, допускаю формирование паттерна голова и плечи здесь. У нас сильное сопротивление будет на уровне 26600 пунктов. Вполне резонно мы вернемся потом вот на эту поддержку 25800. И, возможно, потом 24800. Но, опять же, я надеюсь, что буду здесь абсолютно неправ. Я вот лично надеюсь, что вот этой формации не будет. Вот. Жутко на это надеюсь. И рынок китайский устремится прямо от текущих уровней вверх. К сопротивлению 29200. На перехай уровня 30... Сколько-то там пунктов. 33 с половиной тысячи пунктов. Это было бы круто. Вот таких ущеринговых прям формаций АБЦ 2 на 1. К ракетой вверх полететь. Я был бы очень даже не против. Кстати говоря, тоже интересное наблюдение по индексу Назда Кчайна. Яма-200 активно пробивается. У нас, опять же, как и по Хангсенг, так и по Назда Кчайна сопротивление это долбанная полоса Боллинджера. Медиан. Это алгоритмический уровень, алгебраический, от которых, зараза, цена, как правило, отбивается вниз. Это проблема. Вот тут, знаете, нельзя утверждать 100%, что будет именно так, а не по-другому. Может быть, пробьем и пойдем сразу на сопротивление. Вот это проторговки большой 14500. Может быть, откатимся вниз. То есть, надо сегодня смотреть. Если закрываем Назда Кчайна выше уровня Яма-200, это хорошо. Если вдруг там чудо в перех произойдет сегодня, пройдем на пробой уровня полосы Боллинджера, закрываемся по верхнюю, все. Это просто атас полный, шикарно. Ну, то же самое по Хангсенг. Хотя, я думаю, тут продажи начнутся скоро у нас. Ну, какая-нибудь локальная коррекция все равно у нас будет по Китаю. И вот если перейти на бумаги китайские. По большому счету, мы сейчас выйдем в боковик из формации кленов. То есть, видите, экстремы абсолютно низкие, то есть перепродности. Я еще раз напоминаю, что коэффициент шартистов Китая чуть больше 40%. Туда полезли, опять же, Фиделити, BlackRock'и всякие, американские институциональные инвесторы и прочие лица. Вот. 23 октября, если не ошибаюсь, будет обсуждение, по-моему, даже завтра уже, в субботу, обсуждение каком-то органе США, не помню точно где, Сенат или Конгресс, не буду врать, не помню, о дальнейшей судьбе лисинга Китая. Я еще раз напомню, что вот все эти компании, вот Фиделити, BlackRock и прочее, они покупают не через гонконгскую биржу эти бумаги китайские, нет. Они не покупают по гонконгскому доллару эти бумажки, вообще нет. Они их покупают через Нью-Йоркскую биржу. Скажите, пожалуйста, простую вещь. Когда власть понимает, американское, что вот эти системно-значимые предприятия, инвестбанки, фонды, там, Bank of America тоже всякие лезут уже в Китае, там, другие банки, то же самое. Вот. Вот они покупают через Китай. Эти, точнее, они покупают через Нью-Йоркскую биржу китайские бумаги. Они, власть понимает, что, черт возьми, если мы сейчас обрежем этот контакт, эти банки прийдут большие убытки. И, соответственно, будут они резать вот эту пуповину, назовем ее так, пуповину покупок китайских акций через Нью-Йоркскую биржу. Я думаю, что нет. Поэтому вся эта шумиха с дилистингом китайским, мне вообще сейчас, по крайней мере, на ближайший год, кажется просто какой-то, ну, просто, я не знаю, мягко говоря, жестью. На период, не знаю, до 2024 года, может быть, и произойдет дилистинг. Может быть. А может быть и нет. Но на период, там, 2022 года, что-то я в этом сомневаюсь. Поэтому Армагеддона вообще много. Да тут, в принципе, и по Эвергранту тоже Армагеддон много. Хотя Эвергран сейчас выплачивает купоны, да, на факторе чего, рынок позитивничает. То есть, по Эвергранту тоже проблемы решаются. Хотя у нас Армагеддончиков в рынке все равно много, и эти импульсивные личности, они, так сказать, всегда сбивают настрой у остальных участников рынка. Поэтому по вип-шопу, в принципе, я тут полагаю, боковик у нас сейчас будет какое-то время, проторговка. Ну, вот в этом диапазоне. В диапазоне 10.70, Дефис 19.80. В принципе, цель это вот сюда, на Яма 200, опять же, на также полосу Боллинжера, медианную. И это вот такие краткосрочные цели, среднесрочные цели вот сюда, опять же, 24.28. В принципе, до этого уровня дойдет, 24.28. Может быть, я буду позицию закрывать по Китаю, то есть забирать прибыль. И у меня сейчас тоже по вип-шопу средние 14, получается, доллару за, как его, за депозитарную расписку, ну, короче, за акцию назовем так. Вот. И, ну, посмотрим. 24.28. На хорошее, от нее профит, сколько будет такой ситуации? 14 долларов. Ну, 70, там, под 100% может быть. Просто я активно тоже подкупаю, пока дают, и, ну, поглядим. Тут вопрос только времени, когда он к этим уровням придет. Потому что эти искалина-то вышли, все, вопросов пока нету. И к тому же, экстрауми конвергенционные, то есть, ну, конвергенции вырисовываются, и объемы на покупку, потому что мы начали активно в этой бумаге расти. Как и по всему Китаю. Вот. Что касается бабки, Alibaba, тоже искалина недельного графика, вышли в проторговку. Тоже объемы растут, в принципе, у нас цель сейчас по Alibaba, Yamaha 200, турнир, 196 долларов за акцию. Вот. Цель вообще у нас, вот смотрите, по Alibaba цель, вообще, цель находится вот здесь, 224, Defiz, 240. Вот здесь находится, видите? Цель, основная цель вот здесь находится. Поэтому, если у вас средняя цена, к примеру, 210, 215, смотрите, вы не суетитесь, вы ничего не делаете, вы больше ничего не покупаете, не докупаете, потому что, я уже прекрасно понимаю, что, какая-то часть личности из вас, уже просто нарушает риск-менеджмент, уже некоторые берут на плечи позиции, и вы очень сильно рискуете, в дальнейшем остаться просто без штанов. Нужно ли это вам? Я полагаю, что нет. Поэтому, просто без суеты, тысячи, у меня, опять же, лично про себя скажу, у меня 154 доллара средняя по Алибабе. То есть, я опять же, я жду приходу на Яма 200, вот сюда, 196, 200, но в идеале, я жду вот этого уровня красного, 225, Defiz, 240. Но, может быть, даже на уровне 265 придем. Тут, опять же, понимаете, зависит от настроения рынка. Так что, поглядим, потому что цена вышла из очень сильных экстремов перепроданности. Поэтому, вот, конвергенция тоже есть, все есть, и, в принципе, цели выше. По MoMo, вообще, картина, мне кажется, очень классная. Получается, из калина выходит она вверх, то есть, видите, медианную полосу Боллинжера пробило, вернулся в боковик. Сейчас, сопротивление будет 13 долларов 75 центов. кстати, обратите внимание, что именно основные шорты по рынку китайском находятся в компаниях VipShop, MoMo, Alibaba, Beidu, JD, Baozun и... Так, и что-то там еще у нас было, сейчас секундочку. Baozun и Bilibili. Вот. Они, в принципе, разут в первую очередь. Так что, по MoMo, у нас первая важная цель будет 13.70, вторая важная цель будет у нас 16 долларов, третья важная цель уже Yamaha 221 доллар за акцию. Я, в принципе, жду 21. Вот. Ну, я уже все в безубытке нахожусь по данной бумажке. У меня 13 долларов 50 центов безубыток. То есть, потенциал взрослый здесь от моей средницы на это 57%. То есть, я опять же докупал, еще раз говорю, активного Китая, активного. То есть, о чем тоже я в виде роликах об этом неоднократно говорил. Что касается компании Beidu, ну, я еще раз напомню, что у меня заявка вот тут не сработала на покупку, я ее по 141 ставил, а она в момент переходила на 143, доллар 40 центов. Ну, бывает. Вот те, кто в Beidu сидит сейчас, да, им просто люто повезло. Почему? Потому что, видите, все сопротивления пробиты, важные. Вот это пробита Yamaha какая-то там 50-я. Все, полоса пробита, и плеяда Yamaha пробита, Yamaha 50 пробита. То есть, сейчас пробьем, вот только этот уровень еще, да, 183, 50, все. Ваши цели, Beidu, байдоносцев, вот, находятся выше, на уровне 220. Вот здесь вот. На этом уровне. Первая цель. Вторая цель, это у вас уже на уровне 260, третья цель, это уже перехай. Уровень 355, 360. Что касается рынка российского, у нас, у нас уже по Газпрому конкретная раздача идет, то есть, посмотрите, недельный график, вот, паттерн раздачи, и вот тоже эти раздают. Вы можете подумать, что здесь, в принципе, идет какой-то набор позиций, там, в верхней части, вот этого тренда большого. Раз, два, три, четыре, это пятерка абсолютно. Нет, это не набор, это раздача абсолютно. То есть, на хаях покупать сейчас Газпром, к примеру говоря, мне кажется, нецелесообразным. Но это, опять же, мое личное, очень максимально скромное мнение. Хотя, раньше я вот здесь предупреждал, то, что, ай-яй-яй, вас за нос вводят, не покупайте по 400. Но уже купили некоторые по 400 еще и на плечи. Ну, как говорится, дело житейское. Вообще, честно скажу, возврат Газпрома я пожидал на этот уровень. Это, медианы полосы. Больше 310-315 примерно. А дальше, смотрите, надо по ситуации, потому что в данной манере поведения рынка, она может быть, Газпром может спокойно скрепить, даже до уровня 270-280, до этих уровней. Спокойно, спокойно. И потом уже вынос, тест двойного дна. А двойнушка у нас, видите, вот здесь находится. И дальше распределение. То есть, выше 400 мы еще будем по Газпруму. Но это будет не прямо сейчас. Это будет, возможно, 22-й год. Я еще раз, у нас сырьевой цикл. В Россию будут деньги поступать. Я как бы об этом раньше говорил, вот здесь вот, и сейчас говорю. То есть, если даже вы засели на 400, не переживайте. Если вы на свои деньги засели, засели деньги на заем, то есть на кредитные плечи, я вас поздравляю, вы без комментариев. И, пожалуйста, без обид. Констатирую факт. Что касается компании TransOcean, здесь этот проклятый треугольник уже просто заколдовал, так сказать, мое внимание. Вот. В принципе, в принципе, нефть вышла из колена. Все внимание на корреляцию TransOcean и нефти. Пойдет нефть на уровень 82, вполне себе резонно, TransOcean проведет треугольник именно вниз. Но внимание, такое внимание, вы должны сейчас обращать, что 82-й это локальная поддержка. от этого уровня вполне себе резонно начнутся покупки нефти. Соответственно, TransOcean также на уровнях. Вот нефть по 82 равно TransOcean на уровне 3 доллара 65 центов. И TransOcean тоже начнут постепенно рынок гнать вверх. Вот. В принципе, у нас тоже боковик имеется по TransOcean. Это 3.35, дефис 4.15 доллара за акцию. Поэтому, как говорится, поаккуратнее и все внимание на полосу Bollinger. Вот на этот уровень. Очень важно, между прочим. Пробьем его. Цели на плеяде ЕМА будут. Потому что будет нефть корректироваться. Не пробьем, значит будем колдоваться в этом треугольнике дальше. Что касается ТАТ нефти, из треугольника сперва вышли вверх, стопики выбили. Ну, у спекулянтов дивергенция лютая. Вы потом резко загнали вниз. Смотрите, по ТАТ нефти все, в принципе, обыденно. Смотрите, у нас имеется двойное дно. Формация, видите, двойнушка такая. Вынос, тест будет примерно на уровень 530 рублей. Вот здесь. Поэтому, по мере снижения цен на нефть будет падать российский рынок. Опять же, не крах, не обвал, не кризис, то, что вам там мозги заливать, всякую чушь, а просто коррекция. Просто обычная коррекция. И потом, вот вообще цели важны по ТАТ нефть 530. Тут, видите, проходит ЕМА, плеяды, 200, 150 ЕМА, полосы Бонжера. Вполне разумно пробьем. Мы пойдем сюда, вот на эти уровни. Дивергенс нужно будет снять работать. Пошли по объему на продажу довольно массивного в цене. Вот, если в позиции, ну, тут уже вам решать на самом деле. Я лишь говорю, что цели ниже находятся в этой компании. Я вообще, честно говоря, еще раз в ТАТ зайду, но попозже. Не по такой цене. Ну, явно не по 560. Что касается полиметалл, пока цена на серебро более-менее растет, полиметалл у нас тоже будет бычиться. Цель вообще у него конечна по полиметаллу примерно здесь. На уровне 1470. Но если серебро пробьет уровень сопротивления 28 долларов за баррель, ой, за унцию, то есть, тогда мы полетим очень сильно в космос к 40 уже. Но я повторяю, ставку на серебро все равно я, как говорится, делаю. Вот, цель у нас выше. ОМС держу на серебро. Я бы его где-нибудь хотел раздать, где-нибудь на этом уровне, в принципе, на уровне 28. Инвест пойдет по серебру, тоже держу. Моя цель это вообще 50-60 в идеале. Но это инвестиционная позиция, а спекулятивная это 28. Дальше посмотрим по ситуации. Что касается платины, штурмуем Яма-200, недельный, дневной график, уровень 1150. Смотрите, у нас, короче, канал тут сжимается. Вот, видите. В принципе, цели у нас находятся выше на уровне 1100. Я тоже держу позицию по платине. Моя цель это еще раз, 1350-1400 вот здесь. В принципе, что могу сказать? Автопром рано или поздно восстановится, новые тачки будут рано или поздно делать, цепочку поставок рано или поздно возобновят, логистическую цепь. Вот. И платину уже активно внедряют в автопром вместо палладии, который в два раза дороже той же самой платины. В общем, экономия на лицо, как говорится. И на этом факторе будет рост цен на платину, то есть на факторе большого физического спроса. Вот такая правда жизни. Что касается золота, наша цель сюда 1805. Пока без излишних комментариев. Что касается палладия, цель сюда 1950. Но еще раз по палладию проблема в чем? В чем проблема? В том, что на ЕМА-200 опять перейдем и вот надо смотреть внимательнее. Если все-таки ее цена пробьет ЕМА-200, нельзя этого исключать. Очень нельзя. Потому что сейчас идет сокращение потребления палладии как металла в определенных секторах промышленности мировой. То есть А, Б, С. Вот в идеале. Но точка С она может даже поглубже. То есть вплоть до уровня поддержки 1500. Вот до этих уровней эшелонов. В общем, я бы не стал сейчас палладий покупать. Ни фьючерс, ни ОМС, ничего. То есть лучше в сторонке постоять, как говорится, и не рисковать излишний раз. Что касается меди, ждем возврат на уровень 468. Спотовый рынок меди растет на факторе дефицит металлов в определенных финансовых конторах. Сейчас этот металл будет инвестиционно заполняться, поэтому медь еще свой рост на мой взгляд не закончила. То есть видите, раз, два, и дальше третья волна роста будет выше. Но, подводя итог, скажу следующее. Посмотрите еще раз мое видео основы биржевой торговли. Лекция 104. Как зарабатывать на рынке гарантированно как минимум по 15% годовых. Почему это важно? Потому что многие из вас делают ставку вообще неграмотную на рынок. Вы забываете про фиксированные инструменты, вы забываете про оптимальный вид торговли и как правило лезете либо во фьючерсы на все деньги, либо в акции на все деньги, потом еще плечи берете на 2 или 3 икса от капитала. Это тоже проблема. Поэтому имейте сбалансированную стратегию и лишний раз лучше не рискуйте. Если в чем-то не уверены, не лезьте. Если в чем-то уверены, покупайте лесенькой. В принципе фон на сегодня нейтральный, тогда, знаете, умеренно, позитивный, я бы сказал. По рынку нефти цели ниже имеются, по рынку РФ тоже цели ниже имеются. Я думаю, сегодня слив опять будет, поэтому, как говорится, не удивляйтесь. Я позиции держу по КНР, Китаю, по металлам, подводя, только по рублю чип, который был обрисован, его все равно вернут на 72-73 в любом случае. Но сильного падения рубля я не ожидаю, так что не надо этого ждать, не стоит. Потому что в рамках текущего сырьевого цикла как бы мы нефть не показали выше уровень 2008 года, а это, блин, вполне себе реальная картина. Я не буду спойлерить некоторые моменты, я их буду по мере будущего года озвучивать, но помните одно, что цели там реально выше. Поэтому закупать всем Ахабам доллар, это тоже не стоит, излишний риск. Хотя толпа думает иначе, поэтому я-то сейчас ориентируюсь на нашу аудиторию, которая здравомысленная, которая головой научилась думать благодаря нашим материалам, обучающим и макроэкономике в целом. Поэтому не суетитесь, держите позиции, мы на следующую неделю получим со стороны американцев новости по итогам свидания по вопросам Листинга Китая, я думаю, где Листинга не будет, не выгодно, не власть американская это делать, и китайцы уже попкой кверху перед американцами встали, знаете, так в позе, скажем так, подчинения, как это происходит в животном мире, да, такое тоже бывает. Чарльз Дарвин еще об этом писал в своих трудах, кстати говоря, рекомендую почитать Дарвина, интересная у него тематика научная, поэтому я держу позиции, не шевелюсь, не суючусь, не парюсь, вот, что вам тоже рекомендую, рынок российский буду позже рассматривать по более выгодным ценам. На этом все, у нас имеются медиаресурсы в каждом, описание под каждым видеороликом в первом пункте нашей телеграм-каналы, телеграм-канал про рынок акций России, США, Китая, валюта, теханализ, торговые идеи здесь, технический анализ в том числе, сырьевой рынок, про нефть, газ, золото, серебро, платина, палладий, медь, цинк, алюминий, никель, уголь, тоже технический анализ, мнение, аналитика, обозрение, торговые идеи и прочее, рынок облигаций для консервативных участников рынка, ну и соответственно банк, сектор плюс рынок недвижимости. Также у нас имеются данные в контакт-группе в описании под видеороликом и инстаграм-канал. Медиа-диверсификация в принципе для вас создана в первую очередь. Также у нас имеются данные ссылки в каждом закрепленном сообщении под каждым видеороликом в третьем пункте телеграм-канал и четвертом инстаграм-пятом в контакт-группе. Помните, что мы все обречены на прибыль, лишь время и грамотные стратеги наши главные союзники. Это видео было первым и последним на сегодня, поэтому все остальное вы увидите как минимум в воскресенье, то есть обзор ММВБ либо прямой эфир там по ситуации посмотрим уже. Хотя прямой эфир я думаю будет более предпочтительной и рентабельной в качестве обратной связи в первую очередь для вас. На этом все. Благодарю за внимание, удачных торгов, хороших выходных и до свидания.